Привет, друзья! Вы на канале Фартовый Коллекционер. Сегодня вторник, а значит новый выпуск. И сегодня в этом выпуске мы посмотрим редкие дорогие монеты Украины, какие они бывают и что сейчас выставлено на сайте Violity и вы можете приобрести к себе в коллекцию или выставить подобные монетки на продажу или предложить мне в Instagram. Итак, мы видим раздел «Монеты Украины для обращения и пробные» и вот здесь разные-разные монеты. Давайте посмотрим, начнем вот с этой первой. Это заготовка под 1 гривну с гуртовой надписью 1992 год. Да, друзья, есть такое, что проводились у нас опыты с 1993 по 1995 год и наносились на заготовки гурты и потом чеканились монеты. И вообще самыми редкими монетами с подобными гуртами считаются монетки с гуртами 1992 года, 1994 года и 1995 года с тремя точками. У меня более подробный обзор есть на канале, там где я показывал конкретно вживую эти заготовки. Перейдите, посмотрите, потому что это очень уникальные вещи. И на самом деле ведь сейчас мы видим здесь цена 15 тысяч, хотя я думаю, что за такую конкретную заготовку цена может быть гораздо, гораздо дороже. Так что рекомендую, если вам эта тема интересна, поучаствовать в данных торгах. На самом деле еще есть и монеты. Собственно, с 1992 годом 1 гривна с теми штампами, которые делались в Англии. И они наносились на конкретные эти заготовки с разными гуртовыми надписями. Ну, давайте посмотрим, что есть еще. Мы видим выставленные заготовки под 1 гривну в разном металле луганского завода. Да, действительно, существовали заготовки на разных металлах. Это было для того, чтобы оттестировать, какой металл более выгоден для чеканки украинских монет. И были пробные монеты на магнитных металлах с покрытием латунным, потому что латунные заготовки довольно дорогие. И, возможно, как раз рассматривались варианты чего-то более дешевого. В данном случае мы видим здесь заготовки под 1 гривну. И, конечно же, думаю, тут в описании будут довольно подробно замеры этих заготовок размещаться. Также интересный коллекционный материал. У меня заготовки, например, такие есть. Они бывают как с гуртовой надписью, так и без гуртовой надписи. Так что такой лот тоже интересен. Ссылочку я оставлю в описании. Дальше мы видим вот такую вот интересную пластину. Давайте посмотрим. Это написано, что проба 20 гривен 2005 года. Такие пластины действительно существуют. Они, как считается, раздел сувенирной продукции. По стоимости подобные пластины в основном идут в серебре. И по стоимости в районе 5-6 тысяч гривен у них цена по каталогу за гребы. Это серебряные. Здесь в данном случае другой у нас указан материал. И указано, что это проба. Давайте посмотрим немножко подробнее про данный лот. Низельбер у нас. Тираж 2 штуки. Ну, на самом деле, очень сложно. Тут, если нет сертификата с подтверждающего количества всего тиража, это довольно сложно определить, вот почему именно такой тираж. В каталоге сейчас посмотрю, есть ли у нас описано конкретный данный момент. Есть 20 гривен в тиражом в 300 штук. И цена у нее порядка 6 тысяч гривен. В целом, довольно интересное направление. Можем также следить за данным лотом, подписаться на обновление, потому что интересно, за сколько будет он продан. Но это не моя тема, так что, если это ваша тема, можете поучаствовать в торгах по данному конкретному лоту. Давайте посмотрим дальше. У нас тут роллы монет. Есть у нас обиходные монеты дорогие. Также 2 копейки 96 года в запайке. Они существовали для наборов. Значит, это, скорее всего, вырезано из набора. 2 копейки 96 года и в картонном наборе, и вот в таком вот пупырчатом. В целом, я бы рекомендовал, если брать к себе в альбом, то монетки вот в таком состоянии, потому что они действительно никак не контактировали с людьми, не были в обороте. И они гораздо интереснее для вашей коллекции. Также этот лот я могу порекомендовать. Давайте посмотрим дальше. Что интересного? 50 копейки 96 года в серебре. Друзья, данная монета, понятное дело, не могла изготавливаться у нас официально, потому что были либо пробные монеты, либо монеты на родных заготовках. На серебре, на золоте. Это все у нас неофициально. Это все хулиганские монеты, когда приносились заготовки, например, на завод, и монетку делали для коллекционера на заказ. Скорее всего, здесь стоит резервная цена. Но видим, что торги идут. В принципе, есть люди, которые коллекционируют, например, все монеты в серебре. Да, жетоны и монеты у Димы Лаврика на канале. Есть, кстати, интересный обзор про монеты в серебре. Вот. Я показывал гривну 92 года, выполненную на заготовке из серебра у меня есть на канале. Ссылочка на видео будет в описании. Вот такой вот лот на любителя, друзья. Исключительно потому, что это в обороте таких монет не было. Давайте посмотрим дальше. У нас Аверс-Аверс. Это довольно интересный вариант, когда у нас 50 копеек с обоих сторон у нас размещен трезубец. Такое бывало, когда это тестировали оборудование, тестировали непосредственно заготовки. У меня есть подобная пробная монета. В данном случае нужно посмотреть, какой это металл, нержавеющая сталь. То есть из магнитной стали. Да, в принципе, это довольно интересная монетка. Я бы рекомендовал подобную в коллекцию положить, потому что они могут считаться пробными. Потому что тестировали в тот момент, как 50 копеек будут на магнитных заготовках с покрытием латунным. Но есть полностью латунные монеты, сделанные реверс-реверс. Там они относятся больше к заказным монетам, а не к пробным. Так что в данном случае эту я бы мог посоветовать приобрести. Также мы видим, у этого продавца есть и 15 копеек, и более какие-то другие монеты. Вот видим тоже Аверс-Аверс, заготовки, которые мы уже с вами посмотрели. Давайте посмотрим, что еще сейчас там нам рекомендуется. Ну вот, собственно, реверс-реверс. Вот подобная монета, она больше считается как хулиганская, потому что, во-первых, заготовка у нее латунь. То есть в тот момент не нужно было тестировать оборудование или пробовать других заготовок. То есть было сделано, скорее всего, для коллекционеров. Но тут, к сожалению, состояние данной монеты действительно как будто бы она побывала в обороте или побывала где-то, где хранить монеты не очень нельзя, потому что состояние у нее, скажем так, убитое. Хотя, возможно, цена у нее будет значительно-значительно дешевле тех предложений, которые есть. Вот, из-за состояния я бы, конечно, рекомендовал вам выбирать монеты в лучшем состоянии. Вот, так, посмотрим, что у нас еще есть в данном случае. В рекомендациях 92-го года копейки. Так, это 93-й год. Так, давайте дальше посмотрим, чтобы заготовки на 15 копеек. Друзья, на самом деле, заготовки под 15 копеек врубались довольно массово. И этот номинал планировался до того, как его сократили, так как очень большая линейка у нас была монет. Это планировались и 3 копейки, и 15 копеек, и, возможно, даже 20 копеек. Но от всех этих номиналов отказались, убрав. Так, что 15 копеек успели начеканить, были под них вырублены заготовки. В принципе, цена от 425 гривен за две заготовки под 15 копеек довольно нормальная. Так, что я рекомендую поучаствовать, если кто хочет к себе положить. Единственное, тут заготовки в таком непонятном состоянии, что у них было. Но это не часто бывает, и заготовки под 15 копеек это не выдумка, а абсолютно реальные вещи. Так, что тоже рекомендую. Давайте посмотрим, что у нас еще интересного может быть из проб. Ну, это 25 копеек у нас в серебре. Это продолжаем серию серебряных монет Украины. То есть монетки, которые у нас делались для коллекционеров. И в целом, вы знаете, ну вот можно себе сделать такую подборочку. Вопрос только вашего бюджета. Готовы ли вы потратить деньги на конкретные монеты? Ну, сейчас у нас как раз сезон продаж монет, поэтому мы видим, что огромное количество интересных лотов выставлены. И, например, даже 50 копеек у нас луганский чекан английскими штампелями. Как видите, сейчас она размещена. В прошлом ролике я подробно рассказал, как отличить эту монету от китайской копии. Так что, кто не видел, обязательно зайдите, посмотрите. Показал, какая у меня в коллекции монетка и какое у нее состояние. И если у вас нет этой монеты в коллекции, обязательно заглядывайте и дополняйте свой альбом. Также у нас тут есть разновидности, это я вам сказал, аверс-аверс по пробным монетам. Копейка 1994 года, это, конечно, тоже очень интересная монетка. Она у нас шла в наборе, в наборе 1996 года ее могли комплектовать. У меня, кстати, на канале есть также ролик про набор, который у меня был 1996 года с копейкой 1994. В данном случае мы видим здесь медь, которая покрыта никелем. Также редкая и интересная монета. Для альбома, я думаю, то, что нужно, если вы будете размещать. Мне кажется, она находится во Львове. Возможно, дополнительных фотографий нет, но можно попросить, если вам необходимо. Как видим, она здесь размещена в квадрокапсуле. Рекомендую также поучаствовать в торгах, кто собирает такие монетки. Если у вас есть такая монета, пишите также мне в Инстаграм. Я с радостью рассмотрю вариант приобретения к себе в коллекцию. Так, друзья, дальше мы видим небольшие непрочеканные монеты. Такое бывает. Действительно, монетки плохо прочеканиваются или как-то потом затираются, или попадает туда масло, или какие-то другие посторонние вещи и непрочеканенные. Такое интересное, но цены у них очень-очень слабые. Дальше. Копейка 96-го года мы видим также есть в продаже. Непонятно состояние, так как была ли она в наборе или уже из-за оборота. Нужно смотреть конкретно ваши лоты. Давайте посмотрим, что еще есть. Гривна переверта. Давайте глянем. Довольно интересное заявление у нас, что 1 гривна 2005-го года на 180 градусов. Ну, друзья, действительно, это интересно. И если монета у нас не склеена из двух частей, а это можно определить, посмотрев гурт, как мы видим с гуртом все в порядке, то монетка довольно интересная и, скорее всего, сделана так же могла быть на заказ, как и для коллекционера. Ну, возможно, такие случаи раньше бывали, что случайно перепутывались местами, местами штемпели и каким-то образом либо разбалтывались, либо сдвигались. Но тут уже нужно уточнять у тех, кто конкретно заработал на этом производстве. В целом тоже рекомендую данную монетку к приобретению, если ваша тема. Так, давайте дальше посмотрим у нас. Сейчас 5 копеек 96-го года в отличном состоянии также интересно. Как видите, сейчас сезон приобретения к себе в коллекцию разных-разных монет, поэтому вот есть и реверс, и реверс 25 копеек. Поэтому в этом разделе то, что нужно. Ссылочку на этот раздел я оставлю в описании, потому что действительно есть и повороты, и заказные монеты, и пробные монеты. И действительно 15 копеек раньше, друзья, встретить такие 15 копеек, это была огромная-огромная редкость, потому что они были в коллекциях, них не выставляли, очень сложно было оценить их стоимость. И по факту только сейчас и благодаря интернету, моему каналу, другим каналам, которые начали показывать, что это оригинальные монеты, рассказывать историю, тема выросла, и люди начали выставлять и продавать. Так что вполне вероятно, что такие монетки будут еще попадаться, появляться, потому что они фактически лежали, ждали своего времени. И сейчас время настало, скажем так, тема монет Украины развивается. Возможно, конечно, сейчас она на пике по цене. Действительно сейчас в плане покупки каких-то монет уже дороговато это сделать. Возможно, знаете, у каждой темы есть свой пик, и свое падение. Так что это норма, что монеты сейчас выставлены, и в принципе интересуются и, как говорится, пользуются спросом. Друзья, напишите мне в комментариях, какая монетка вам была больше всего интереснее, быв в себе в коллекцию. Поддержите лайком, поделитесь с кем-то этим видео, с одним человеком, с коллекционером, или с тем, кто мог бы найти какую-то редкую монету в обороте. Возможно, он вам будет очень благодарен. И спасибо за просмотр. Всем удачного дня. До встречи в четверг. Всем пока.